Дача. День. Люди. События. Одно из первых упоминаний о городе Сан-Франциско, Англ-Сан-Франциско, расположенном в американском штате Калифорния, приходится на конец XVIII века. Именно тогда на месте будущего города испанцами было основано первое поселение. Поселение представляло собой несколько десятков небольших домиков, среди которых возвышалась церковь, посвященная святому Франциску Асистскому. Именно в честь этого святого и был назван Сан-Франциско. В архитектурном отношении ранний Сан-Франциско представлял собой причудливую смесь старых и новых зданий. Многие из зданий были возведены без какого-либо учета возможных стихийных бедствий. И, кстати, совершенно напрасно, ведь рядом с городом проходит разлом Сан-Андреас своего рода гигантский, шрам, протянувшийся через разнородные природные области. Со времени своего основания Сан-Франциско пережил немало землетрясений. Некоторые из них даже причинили городу небольшие разрушения. Но о серьезной опасности никто из жителей города не думал. До начала 20-го столетия. Ранним утром 18 апреля 1906 года ничто не предвещало беду. Стояла прекрасная погода, а накануне выдался теплый вечер, который привлек в парки и театры массы народа, рестораны и кафе даже за полночь были полны посетителей. На то роковое утро метеорологи предсказывали ясную, спокойную погоду. Но в 5 часов 11 минут по местному времени раздался первый удар. От него проснулись многие жители. Спустя какие-то мгновения за ним последовал второй удар самый сильный и разрушительный. После него был еще целый ряд сотрясений, но уже более слабых. По улицам прокатился страшный гол и треск лопающихся зданий. От подземного удара, продолжавшегося всего 40 секунд, зашатались многоэтажные здания, вздыбились переулки. Подсчитано, что сила этого землетрясения составляла 8,3 балла по шкале Рихтера. Гигантское облако пыли взметнулось в небо и затмило солнце. Весь Сан-Франциско погрузился во тьму, которую то и дело разрывали вспыхивающие то там, то здесь яркие заревопожарищ. В считанные секунды красавец город превратился в пылающие развалины. Прошло время. Город был отстроен заново, возродился из пепла, как сказочная птица Феникс. Новому Сан-Франциско присущи яркие и колоритные сочетания традиций, обычаев и культур разных народов и стран, отраженных в архитектуре города. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.